Все это случилось по вине государства, по вине чиновников, по вине ихней глупости, в которой они загнали людей в безработицу, в нижайшие пенсии, в нижайшие зарплаты, на которые нормальную жизнь невозможно вести. Немедленно сейчас списать сумму 350 тысяч рублей всем, независимо от того, он взял 50 тысяч или 700 тысяч, так вот 50-50 списать, 300-300 до 350, всем списать. Пожалуйста, как найти эти деньги? Очень просто. Ты правильно говоришь. Банк, Сбербанк заработал триллион прибыли, ВТБ триллион прибыли. На чем? На кредитах. Так вот, 50% банки гасят за счет их прибыли. Ничего страшного, да? Да, я только за. 50% государства. У нас проблема стала очень большая. Мы разуверились в нашей судебной системе. Надо учить и главное соблюдать заповеди. Все, 10. Друзья, приветствую вас. У нас сегодня в студии Василий Александрович Мильниченко, председатель общественного движения Федеральный сельсовет. Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуй, Виктория. Здравствуйте, наши зрители и слушатели. Новости по-сельсоветски. Но сегодня у нас немножечко план меняется, и вы нам будете больше говорить о ваших предложениях. Конечно. Я так понимаю, федеральный сельсовет. Из тех новостей, которые в тренде, как говорится, появились, мы должны понимать, что на самом деле происходит и как это надо исправлять, если это надо. И куда двигаться. Да, куда двигаться. Давай посмотрим так. Вот я просто к вам сюда, когда я ехал, вышел из автобуса, иду. Стоят две подружки. Вот. И говорит вот одна... Вера говорит, а что у вас там вчера было, вы там все праздновали? Она говорит, ты что, Люсь, деньги были. То есть празднуют только тогда, когда есть деньги? Ну, деньги были, поэтому и праздновали, да. Смотри, у нас вот такая новость. Один из наших граждан Российской Федерации, России, Терентьев Сергей Андреевич, вот значит, да, он за 22-й год задекларировал заработную плату. То есть свою или чужую? Свою. Свою. 3 миллиарда 317 миллионов рублей. Неплохо. Да, неплохо. И вот это, знаешь, это где-то минимум 6 сельских районов бюджет, даже больше. Наверное, 8 районов. Вот такой. Это как бюджет. Но бюджет – это что-то такое для нас с тобой малопонятное. Бюджет, бюджет, район, не район, город, не город. Да и цифра для нас. Тамбов, не Тамбов, да. Малопонятная. Многие часы, допустим, стоят, как бюджет города Тамбова, но это же ничего не говорит нам, да. А вот зарплата. Зарплата говорит. Например, вот ты самую большую зарплату какую имела? Ну, вот принесла домой, вот пачка денег. Ну, 80 тысяч, наверное. А? 80 тысяч. 80 тысяч рублей. Да. То есть не 80 миллионов хотя бы тысяч рублей, да. То есть ты ощущаешь, 80 тысяч – достаточно приличная зарплата, правильно? Сейчас я вот так вот, когда прочитал за эти 3 миллиарда 317 миллионов у товарища Терентьева Сергея Андреевича, да. И я так сразу, какая сейчас зарплата в тренде и самая такая высокая? И, ну, обратил внимание, что все-таки 200 вот этих 50 тысяч для участников СВО, ну, это считается трендовая зарплата, серьезная, и о ней сегодня разговоров очень много в России. То есть получается это приличная зарплата. Кем же у нас работает Терентьев-то? Я не знаю, там же нет ни специальности, ничего, просто декларация, да, вот о том, что человек заработал государственно. Это госзарплата. Ну, я предполагаю, скорее всего, наверное, человек. Ну, не, а что, может быть, учителем работает, может, всем, ну, не, ну, что, приличная зарплата такая, 3 миллиарда 317 миллионов. Так вот, это, выдавая, это не в месяц. В месяц – это 276 миллионов рублей, а в день – это 9 миллионов 200 тысяч рублей в день. А в год участник СВО, боец, зарабатывает или получает, или как его, ну, денежное удовольствие его, 3 миллиона рублей за год. Так вот, господин Терентьев, ему государство платит, как 1105 участникам СВО. Понимаешь? Это, ну, вот, я думаю, что, ну, зарплаты должны быть очень высоки. И это при том, я не знаю, какой бюджет в той отрасли, где работает товарищ Терентьев, но вот бюджет обороны на 2024 год будет 40% бюджета. То есть, принято решение Государственной Думой увеличить этот бюджет. Это на все силовые структуры и все. То есть, практически половина всех денег пойдет на… А государство отдает на силовые все наши структуры, на все силовые структуры. То есть, получается, с других отраслей они просто забирают эти деньги. Ну, да, если учитывать, что господин Терентьев какой-то из отраслей получает такую зарплату, то на здравоохранение, на образование, на спорт, на культуру, на экономику, на все остальное, ну, остается очень мало денег. А теперь еще одна цифра. 21 миллион россиян не могут возвращать кредиты. Они уже все в микрозаймах, в займах, за ними уже ходят судебные приставы и коллекторы. 21 миллион граждан России. Ну, зато банки у нас не слетают. Я тебе хочу сказать, что это в основном взрослые люди. Да. Да, взрослые люди, да. А всего в России в долгах, то есть в кредитах, займах, 47 миллионов россиян. Это цифра, статистика. Мы с тобой, ну, когда я с тобой, мы всегда говорим только статистику, цифры, потому что выдумывать зачем? Все же это есть, да, вот. И что теперь делать? 21 миллион человек просто не могут жить. Ну, для начала... Им ни на что не хватает денег, они даже не могут вернуть вот тех 50, 100, 200, 300 тысяч рублей, которые они взяли на кредитную карточку, которые им пихали вот даже. Не в том, что они не хотели, у них выхода не было, им надо было как-то выжить, покушать. Купить таблетки, купить компресс какой-то поставить, все, они болеют. Они вышли из больницы, им дали рецепт и сказали, не купишь эти таблетки, умрешь. Чтобы выжить, они пошли в микрозайм, взяли, и так и осталось. Работы больше нет. 3 миллиарда 317 миллионов и 317 миллионов и 317 тысяч, к сожалению, практически нигде нету заработать. Василий Александрович, зато они покормили хорошо банки. Они же должны были думать, прежде чем брать кредит. Банки, да, банки на этом зарабатывают. Не, ну, они не должны не думать ничего, потому что людям нужны деньги были не для баловства. Но мы же не знаем, да, там многие, которые квартиры покупали, машины покупали, даже брали, насколько я знаю, на мобильнике. Да, машины, ну что, мобильник тоже надо. На айфоны. Мобильник тоже человеку надо, раз. Второе, квартира обязательно надо, и надо большая квартира, хорошая для семьи надо, Виктория, квартира. Ну, и машина тоже надо, это не предмет роскоши, ни в коем случае, телефон тоже не предмет роскоши. Василий Александрович. Как бы мы ни относились к этому. Но надо же все-таки разумно поступать. Надо же думать, что вот я когда взяла когда-то кредит на 3 года, я выплатила его за один год. Да, я заняла там у подруги еще у кого-то, но только чтобы расплатиться с банком. И больше никогда в жизни не брала. Потому что я знаю, что это кабала. Да, но дело в том, что 21 миллион человек не могут, а 47 миллионов взяли. 47 миллионов взяли. Поэтому здесь не скажешь, что это какая-то глупость или что. Так и надо, да. Так вот, что предлагает Федеральный сельсовет? Что мы предлагали уже не раз и говорим еще раз. И после того, как опубликовали, мы это говорили, когда было 17 миллионов заемщиков. Вы хотите отдать эти деньги за людей? Да. Я хочу, чтобы государство, Российская Федерация работала как по Конституции. В интересах своих граждан. Первое. Конечно, самая лучшая была бы ситуация здесь, не допускать до такого бедственного положения людей, которые вынуждены в какие-то микрозаймы бегать, перекинуться до зарплаты. Как-нибудь взять карту, и завтра мама заболела, и ты все полностью истратил на лечение. Ты же маму не бросишь? Не бросил. Ты истратишь. Да плевать теперь. Это карта, деньги. Главное, чтобы деньги. Срочно купить лекарство. Анализы сдать. Но все платно. Никто не будет лечить твою маму. Никто не будет, если ты не будешь платить, не будешь покупать лекарства. Поэтому много вынужденного есть. И такого страшного много есть. А кто-то купил просто на еду детям. Пошли, взяли. А им позвонили, что берите 20 тысяч. У вас 60 дней беспроцентные. А надежда была. Вот Путин только что выступил. Сказал, все будет хорошо. Человек идет и берет. Он верит телевизору, президенту, председателю правительства, председателю Совета Федерации. Он верит, что все будет хорошо. Все. Мы принимаем закон, который вам будет хорошо. Он берет. Мы кричим здесь, что не надо верить. Не надо телевизор смотреть. Не надо правительству верить. Потому что обманывают. Давай так скажем. Мы кричать кричим. А они все равно верят. А они верят. Ну все, верили. И они взяли. Так вот, государство сейчас должно это разрулить. Обязано разрулить. Рассказывайте. Рассказываю. Вот я как бы делал анализ, каковы средняя задолженность всех. Ты знаешь, большинство не очень большая. На самом деле 100 тысяч, 70 тысяч – это те деньги, которые люди брали. 50 – все. Им насчитали по 300, по 700 тысяч процентов, которые каждый день. Ну, 1 процент в день. Мы же понимаем, все на все. Так вот, мы предлагаем немедленно сейчас, немедленно сейчас списать сумму 350 тысяч рублей всем. Независимо от того, он взял 50 тысяч или 700 тысяч. Так вот, 50 – 50 списать, 300 – 300, до 350 – всем списать. Мы освободим порядка 16-15 миллионов человек вообще без долгов. Значительно облегчим всем остальным, кто 21, и тем, кто брал ипотеку на квартиру и все. И не надо обижаться тем, кто не брал кредит. И не надо обижаться тем, кто выплатил, а видишь ли, мне теперь этого не хватит. Я думаю, что это не надо. Надо выйти из этого тяжелейшего положения. И второе. Это я бы обратился ко всем нашим людям. Все это случилось по вине государства, по вине чиновников, по вине ихней глупости, в которой они загнали людей в безработицу, в нижайшие пенсии, в нижайшие зарплаты, на которые нормальную жизнь невозможно вести. Невозможно иметь хорошее жилье, которое нам обещают, которое десятилетие, который год. Мы должны это все исправлять. Так вот, вот это надо закрыть. Василий Александрович, а какая гарантия, что они не пойдут и снова не возьмут кредит? Очень большая гарантия. В принципе, мы можем какой-то период, 6 месяцев вообще, закрыть вот всякие микрозаймы в конторе, сразу вот это погасить и закрыть. А не проще вообще микрозаймы вот эти вот закрыть? Нет, если мы закроем, ничего пока не висит. После того, как мы вот это все списали, мы их закрываем. Мы не даем этого. Есть банки, которые сберят там и все, и люди пойдут туда брать на тех условиях, которые есть пока в банках. Пока так говорю. Но опять же, говорю, это проценты должны быть разумные, раз. Второе, смотря для чего и как. И третье, и третье, мы должны сегодня же заняться экономикой настоящей. У нас не должно быть тотальной безработицы. Какие проблемы? Что мы? Мы не могли это все списать, мы не могли это допустить. Чтобы не допустить, это могли. Мы же в Африке списали 150 миллиардов, потом 24 недавно, год назад списали. Мы сейчас, мы дойдем сейчас до этого и будем тоже говорить вот про то, что, а как все-таки государство работает и почему оно так работает. Пожалуйста, как найти эти деньги? Очень просто. Ты правильно говоришь. Банк, Сбербанк, заработал триллион прибыли. ВТБ триллион прибыли. На чем? На кредитах. Так вот, 50% банки гасят за счет их прибыли. Ничего страшного, да? Да, я только за. 50%. 50% государства. Как дебильные. Должно рассчитываться тоже. Тоже надо платить, значит, да? Вот. И все. Вот вам и есть вся реструктуризация произошла, и все нормально. А теперь смотрите, что у нас получилось. Идет спецоперация. Люди очень многие без денег и всего. Однако товарищ Мурдашов, выпускающий всего лишь какие-то железные чугунки, разбогател. 21 миллиард долларов у него. А у товарища Михельсона 21,6 миллиарда. Они обидятся, если вы будете их товарищами называть. Они же господа у нас. Ну, нехай, нехай. Лисин. Пусть не товарищ. Пусть просто такой. Полутоварищ. 22,1 миллиарда. Потанин. 23,7. А Андрея Жмельниченко, который торгует, производит в России минеральные удобрения, которые нас уже вот по такой цене, что мы невозможно покупать. А также Сибур уголь добывает, там, значит, все такое дело. 25 миллиардов. Понимаете? Полезные ископаемые. Ни один из них не заработал денег. Ни один. И у нас таких много. А товарищ Касаев, допустим, Касаев, ну, сигаретами торгует, алкоголем, алкомаркет. 4 миллиарда долларов заработал. Ничего, ничего, да? Нам говорят интересные такие, да, есть слова сейчас вот в беседах, во всем. Я поражаюсь, Виктория, сознанию наших людей, наших чиновников, наших дикторов всевозможных телевизионных. А войну что можно сделать? Выиграть и проиграть, говорят, да? А разве война – это где-нибудь, это игра? Да. Карты – это игра, шахматы – игра, спорт – игра. И как сказал Тамерлан у нас на совещании, да, в Кыргизии, он сказал, что по нашей практике кыргизской и другой Средней Азии от пролития крови ни одна страна ничего не выигрывала. Это его очень красивые слова. И почему у нас мало что получается? Вот на данный момент, если мы это смотрим. Смотри. Если делать одно и то же, то будет тот же результат. Мы каждый раз слушаем послания президента. И в этих посланиях президента одно и то же. Так или нет? Мы читаем постановления правительства, национальные проекты, а в них одно и то же. И результат один и тот же. Ничего не получается. Знаете почему? Потому что это рекомендация. Это не приказ. Это даже не настаивание на своем. А это просто рекомендация. Это можно выполнять, а можно не выполнять. Вот в наших передачах, которые и в том числе и на патриотических, ну и на других каналах, ты замечала, что очень многие приводят пример белоруссия? Да, мы с вами приводили пример. А что вы приводите пример? Производство, сельское хозяйство, молочную продукцию, которую мы, россияне, с удовольствием покупаем. Я в чем-то соглашусь. Ни в коем случае я не хочу умолять достижения Белоруссии. Просто для меня, как человека, который привык все сравнивать, со всем и со всем. Я тоже сравниваю и белорусские достижения, и наши, и тому, и тому подобное. Вот в России 37 миллионов сельских жителей. Валовый продукт сельского хозяйства в России 8 триллионов 850 миллиардов рублей зарабатывают жители сел и деревень. В поту, в трудах и все. 5 триллионов это растеневодство, 3 триллиона с лишним это животноводство. То есть делим все на все, переводим в доллары, которые у нас не доллары. 88 миллиардов 850 миллионов. На одного сельского жителя Россия производит 650 долларов на каждого жителя. Это зарабатывает сельская территория со всеми своими делами. А вот Канада, в которой тоже есть сельские жители, которая сравнимо по площади с нами, ну, имеется в виду таком, имеет меньше. В два раза, правда, пашни они используют, могут расширять, но они используют всего 45 миллионов, а мы 120. Так вот, 8 миллионов долларов. Представляете, что они больше в 13 раз производят на душу сельского жителя, чем мы. Так вот, в Белоруссии то же самое производит очень мало сельхозпродукции на сельского жителя. Мало. И доход в Белоруссии очень маленький. 6,5 тысяч долларов на душу населения. То самое ВВП. То есть они... На одного работника совхоза или колхоза? Нет. Или как? Да, да, да. Нет, 6 тысяч долларов – это на всех. На всех. На всех жителей всего производится всей продукции, валовый национальный продукт. Это очень мало. Это очень низкое производство. Есть и в этом ключе. Там порядок есть, которому мы завидуем, к сожалению. Да, что так вот. Там есть молоко, которое они производят, и оно более качественное, чем, говорим, наше. Они производят еще мяса немного, и все. Картошку производят. Василий Александрович, у меня такой вопрос. А вы готовы научить их, может быть, каким-то технологиям? Вот это Белоруссия. А теперь скажу, что Соединенные Штаты Америки, которые имеют 162 миллиона гектар, то есть больше, чем Россия, значительно. Но 500 миллиардов производят они всего на 9 тысяч долларов на каждого сельского жителя Штата, которых тоже в них больше, чем у нас. И Германия больше производит. И Польша значительно больше. А Россия имеет 121 миллион га. И всего 89 миллиардов производит. А Китай 1 триллион 700 миллиардов производит продукции. Очень много. А мы что, там надеемся на них, и все, да? С чем связано? А мы плохо работаем. Нас очень... Мы не хотим работать? Мы не умеем работать. А кто будет нас учить? А надо учиться тех, кто умеет работать. Я почему-то так считаю. Вы умеете? Вы могли бы научить? Смотри. Я умею учиться. Я умею перенимать опыт. Я умею дружить, не ругаться. Вот поверь, что я бы никогда не хотел допустить никаких санкций. Потому что это вредит. Это не может быть пользой никому и никак. Это не правда, что нам все на пользу. Вот результат, видишь, в сельском хозяйстве какой. Мы отсталые. Всего 650 долларов на сельского жителя. А как жить? А как дороги строить? А как школы содержать при такой производительности труда и при таких результатах? Василий Александрович, у нас качество зерна не то. Или что? Вот в чем проблема-то? Дело же не в том... Продали, наверное, все. Да, мы же знаем, что всю коллекцию Вавиловского института мы продали. Которую оберегали во время блокады. Это я помню. Это я помню. Я немножко о другом говорю. Я говорю о том, что мы не внедряем передовые методы производства. Что мы выбрали ложную абсолютно модель хозяйствования в себя. Что мы не можем наладить нормальные выборы власти. Что в нас вообще нет разделения властей, которое в конституции четко прописано. Нас ее нет. Нас правит, можно сказать, один человек. Институт президентства, так называемый у нас. И вот, пожалуйста, результат даже в сельском хозяйстве. Но ты-то ведь иногда, если телевизор смотрела, то ты точно знаешь, что у нас все, начиная с президента и заканчивая последним чиновником сельсовета, все хвастаются какими-то достижениями, рекордами в сельском хозяйстве. У нас все растет. Где 500 миллиардов, равные нам штаты по земле, 500 миллиардов, а мы только 86 производят. Вот где? Вот кого учиться надо работать? Я понимаю, что меня сейчас обвинят, скажут, ты чего это в наших недругов? А что, если недруги умеют лучше работать? Не надо учиться в них? Это что, зазорно, что ли нам поверь? Вот я это хотел бы именно показать, что, я говорю, у нас какая-то грусть, вот это уже у нас историческая действительность. Мы чего грустим-то вот так? Василий Александрович, ну у нас, естественно, наука не работает сейчас. Все исследовательские институты закрыты, проданы и так далее. Знаешь, это очень легко исправить. Во-первых, сегодня мир очень активный. В Китае что? Наука работала так сильно вот. 30 лет назад они отставали даже от России. Нет, от Советского Союза, а даже от России. Вот они как раз Китае копировать могут хорошо. Ну, хорошо, что умеют. Но они же, вы перегнали все, да? Они сделали, победили бедность, страшную нищету в своих селах, деревнях и так дальше. И вышли. Смотрите, они уже не голодают ни у коем-что. 1 триллион 700 миллиардов продовольствия производят. На своих вот 120-30 миллионов гектар земли. И на наших, наверное, да? Ну, на наших там, нехай там, что сдали, пусть тоже производят. Ничего страшного в этом деле. Вот смотри, почему у нас так. Вот Амурская область, по территории, как Франция, по населению, знаешь, 756 тысяч людей там живет. 750 тысяч. Рядом Китай. Граница. Переход есть, мосты и так дальше. Железная дорога. 717 месторождений, которые они могут использовать. Нищета. Амурская область. Почему люди не требуют, благовещен все, почему не требуют, что это их, согласно Конституции, это все их месторождения. Кто теперь пользуется этими месторождениями? Кто забирает это все? Я очень не согласен бы вот так вот все. Поэтому вот говорят, что, да, Александр Григорьевич, да, в какой-то мере. Вот ВВП Белоруссии всего 9200 долларов, 6217 долларов на душу населения. Но, Василий Александрович, здесь насчет ВВП тоже очень такая сложная штука. Не правда это. Нет, не сложная эта штука. Там неправильно все считается. Не верьте. Ну, как я могу ведутся, Елена Николаевна, не верить. Не верьте никому. Почему? Потому что сегодня мировая практика, цены везде уравнялись. Если зерно – мировая цена, то мы ничего не можем делать, видишь. У нас прогноз на следующий год. Себестоимость вырастет на 30%. Что цена тоже в мире вырастет? Знаешь, что нас делают в России для того, чтобы продавать зерно на экспорт? Знаешь, что? Рубль уронят. Будет 130, чтобы выровнять как-то. Вот и все, что мы умеем делать. Это неправильно и неверно. Не надо так делать. Поэтому давайте. Ну, что же это такое? Равные страны имеют намного больше дохода. Ну, с чего вдруг Ирландия, в которой меньше земли, чем даже в той же Белоруссии, значительно меньше, чем в России, почему в них такой высокий доход? 592 миллиарда. Они что, нарисовали себе, вы думаете? Нет. Они произвели продукцию. И я эту продукцию щупаю всю. Я понимаю, сколько у них скотины. Но Ирландия, да, она всегда была сельскохозяйственной. А что с производством? Отлично. 592 миллиарда валовый национальный продукт. Вы представляете себе? Вы представляете, четвертая часть России с площадью всего 70 тысяч квадратных километров. Так давайте посмотрим, от чего это Бельгия, от чего это Литва, сосед даже наших, вот так сказать, от чего в них лучше экономика, чем у нас? Мы почему это не сравниваем? Вы хотите, что у Литвы сказать, что тоже экономика? Экономика намного лучше, чем наша, чем белорусская. Они в долгах все. И что? А, кстати, мы, Литве и всей Прибалтике, Россия дала больше денег, чем Белоруссия. Это сказал Владимир Николаевич Баглайков. Ну, мало ли кто чего сказал. А я скажу. В долгах, говорите, Литва? А у нас 47 миллионов человек, граждан России, в чем одеты? В долги? Белые долги или черные долги? Я имею в виду долг государства. То есть, их подкармливают. Вас сильно это бы волновало, если бы долг государства был 230 триллионов и всего-всего-всего, но у вас отличная квартира 200 квадратных метров, отличная машина и все остальное. Таким способом живет США. Вы это понимаете или нет? Таким способом США. Они что, литовцы, не работают, думаете? Это что, в них свалилось с неба? Нет, они хорошо работают. У них отличные дороги, у них отличные дома красивые. А что это мы-то себя обманываем? А что мы себя вот начинаем обелять? Что вот у них там то да не это. Что то да не это? Перепись населения. Виктория, называют себе цифры. Куда мы деваемся? В 21-й год русских 105 миллионов. В 2010-й год русских 111 миллионов. В 2002-й год русских 116 миллионов. Куда делись 11 миллионов человек? Русских. Нас не уменьшило сильно население. Не-не-не, нам Путин сказал, что нас 146 или 147 миллионов. Развезли, да, это не проблема. Не-не-не, где русские-то? Почему их стало меньше? Василий Александрович, на всю вашу вот эту вот статистику я могу сказать одно. Пока везде рабство, ни одна страна из них не будет процветать, не будет жить хорошо. Ни один народ абсолютно. Когда вокруг рабства. Нам сейчас заявил сегодня Медведев Дмитрий Анатольевич. Он сказал, что если, интересно это, да, принятие Украины и Молдовы в ЕС обескровит Европу. Ну, в очереди стоят, там все, да. Ну, типа того, говорит, на пользу штатам будет польза. А вот интересно, вот я бы наших даже зрителей все, а принятие Украины и Молдовы в Россию нам на пользу будет или как? Почему им во вред, а нам на пользу? Вот это очень интересно в них мысли. Вот они чем, думаю, там, когда такое говорят? Какой порог бедности сегодня обсуждается? Подождите, но министр, не помню чего, Франции, также заявил, что ни в коем случае нельзя Украину принимать, иначе их экономика... Нет, так при чем здесь это, да, что я сравниваю с другое, не то, что там сказали ни в коем случае, может быть и ни в коем, но Медведев говорит, что принятие Украины и Молдовы – это вредно, а принятие в Россию – это на пользу. Я согласна, да, здесь интересно. Так как-то вы уже сопоставляете все это, говорите нам нормально, а что мы будем делать, когда мы примем их? Каким образом это повлияет на улучшение? Улучшение? Что мы собираемся делать на все? Как это будет развиваться? Мы, наверное, железные дороги все соединим быстро, экономика стали больше в нас, мы сможем рынок больше сделать или что? Вот, то есть, кто это нам будет говорить? Где у нас хоть один экономист в этой стране огромнейший, который не могут связать две цифры, который не могут понять, почему ирландский крестьянин в 13 раз лучше работает, чем белорусский? Почему он в 15 раз лучше работает, чем российский? Почему? Мы что, есть экономисты в нас, есть специалисты? У нас же уйма каких-то высших учебных заведений. Они кого выпускают там? Они зачем? Мы тратим деньги, чтобы выпустить неучей. Бухгалтеров. Так бухгалтер тоже плохо. Ты еще цифры не умеешь считать. Я прям не знаю. Вот смотри, мы проводили опрос сейчас, да? Какой порог бедности? Когда нет денег? Когда не на что купить еду? Или сколько это люди в нас определяют порог бедности? Сколько надо денег, чтобы хотя бы выжить в месяц человеку? Ну, если не платить квартплату, я думаю, одному человеку без детей, естественно, так как на детей тоже много уходит денег, то 30 тысяч будет достаточно. Хотя бы 30 тысяч, правильно? Это именно порог бедности. У нас такого же нету. У нас пенсии, это ведь значительно меньше даже у человека. Вот меня, стажем таким огромным, 24 тысячи. Это уж круто, пенсия очень по этим. А у меня ее и не будет, наверное. Да, наверное. Ну, к тому времени, когда вы станете давними и будете выходить на пенсию, пенсии уже не будет в России. Вот я поэтому перестала работать в государстве. Смотри, они сейчас все абсолютно с пенсионного фонда украдут. Они и так украли все там. Все украли. В пенсионном фонде денег нет. Куда делись те деньги наши и всех остальных? Ну, вот так вот есть. Знаешь, сколько наши россияне должны? Вот тут опять статистика. На 23-й год. 32 триллиона рублей. Граждане должны. А ты волнуешься за какую-то Литву? Да плевать нам, сколько должны в Литве, в Германии, в Франции, в Штатах, какие в них. Вот за кого надо биться и волноваться. Василий Александрович. Либо эти люди потребуют от государства решить этот вопрос, либо на коих этот, как его? Слушайте, ну, может быть, вот это вот и есть современный новый пролетариат, который может потребовать, чтобы государство... Лично я бы потребовал. Вот так вот должно быть как-то. Из последних сообщений. Белоруссия потребовала штраф за срок строительства АЭС. А мы кому-то пообещали еще. Казахстану сейчас будем строить, Турции строим, где-то в Африке собираемся много чего строить. Мы не успеваем в союзном государстве Белоруссии построить. Мы зачем будем всем строить? Ты скажи, кто это такое неумное, что-то вот все. Давай так вот. Зачем мы строили Северный поток за свои деньги? Это умно было? Это умное правительство было? 11 миллиардов долларов просто так? Кто-нибудь наказан за бесперспективное строительство? Никто не наказан. А награжден? Там многие, наверное, наградили. Суперджеты. Погосяна даже не посадили за эти срывы всех суперджетов. Нас ничего не получилось с ними. Зерно вот. Мы назвали себя кормилицей мира. Четыре года мы вкладывали силы, средства во все, чтобы наладить нормальный экспорт. И провалили все, что только могли с помощью государства Российской Федерации, с помощью своей. И теперь разоряем. Знаете, сколько выставилось на продажу крестьянских всяких хозяйств и сельхозпредприятий? Даже в Московской области уже выставляются. Что здесь и потребитель есть, и все. И фермы козьи, и фермы молочные, которые тут имеют. Ребята уже выставляются на продажу все. Невозможно стало работать. И поэтому к финалу, потому что мы с тобой говорим вот так. А давай поговорим, что сегодня в первую очередь нужно людям, стране и все. Вот я взял с собой те книги, которые я всегда с собой ношу. Большевики, когда рванули во власть, что они людям в первую очередь сказали? Земля. Что тогда было? Что тогда было? Почему это все так случилось? Тогда шла спецоперация в Европе. Зачинщиком кто был? Спецоперации. Мы были Российской империей. Мы молодцы. Что потребовал народ? И что большевики объявили? Декрет о? Мире. О мире. Декрет о? Земле. О земле. Большевики умные были. Они знали, что нужно дать для того, чтобы народ пошел за ними. Поверил, по крайней мере. Мы можем сегодня то же самое сказать, что нам нужен сейчас? Декрет о земле? Декрет о земле как один из важных очень. Потому что земельный вопрос встает все более актуальным. Идет бой, идет драка, идет отъем. Олимпинизация жителей сел и деревень. Абсолютная олимпизация идет. И нас, так сказать, загоняют. Что вы имеете в виду под декретом о земле сейчас? Декрет о земле должен сегодня четко быть. Это законом ее назовите, декретом ее назовите. Или как? Земля для людей. Видите, как мы написали в своем мнении? Земля для людей. Так вот, все люди, которые живут на этой территории, это их земля. Она не может быть землей Мордашова. Она не может быть землей Ткачева. Она не может быть землей Линников. Ну и многих, Штефанов, Дюров и тому подобное. Это земля тех людей, кто живет. Большекви сказали, земля тех, кто ее обрабатывает. Примерно справедливо. Я бы добавил, что результат труда на этой земле – это тех, кто трудится. В первую очередь. А земля? А земля может быть и государственной. А что тут такого? Чем плохо? Она не должна быть государственной. Но за ней должен быть большой контроль. Именно качество земли. И если моя семья взялась за какой-то участок земли обрабатывать, создавать там кооперацию или другие приятные вещи, как в Германии, как в Дании, как в Польше, как в других государствах, где нормально развита кооперация, и где нет латифундистов с 500 гектарами даже земли, даже 500 гектаров никто не имеет, 30, 40, 50 – фермер, семья, семейная земля. Но эту землю он оберегает. Он её делает лучше для следующего поколения. Вот так должны мы это сделать. Такой контроль и всё. И абсолютное, тотальное ограничение в собственность земли. Тотальное ограничение нельзя. У нас проблема стала очень большая. Мы разуверились в нашей судебной системе. Декрет о народных судах должен быть сейчас. Ни в коем случае никаких судей не назначает президент. Если президент назначил судью, то и судья будет судить, как хочет президент. Или губернатор. А потом губернатор даёт квартиру судье. Здорово. А теперь попробуй, если я или ты подальими против губернатора, губернатор что-то украл, что судья скажет? Не-не-не-не. Даже не принимаем заявления неправильные. Вот так вот. Суд должен быть народным и избранным. Мы это ставим тоже, как один из первых декретов, которые уже назрели и надо. У нас ситуация такая стала. У нас есть СВО. У нас есть бедность. У нас есть проблемы с землёй. Проблемы с законом. Проблемы с правосудием. Одни проблемы. Значит, эти проблемы разрешаются вот таким способом. Разрубаем Гордиевый узел. Рубим. И ставим декрет о мире. Декрет о земле. Закон и декрет о народных судьях. Вся власть кому? Советом. Последние опять новости. Нас, церковь, требует запретить аборты и так дальше. Я не знаю, это правильно или нет с точки зрения церкви. Но жизнь есть жизнь. Ну, хоть что-то она требует. Да. Она много требует очень. Вот все. Для себя. Даже, мне кажется, излишне требует. Вот всё. Не надо требовать. Надо проповедовать. Надо учить. И главное – соблюдать заповеди. Все. Десять. Шаг вправо, шаг влево. Никакого сана больше не имеешь, если ты не соблюдаешь заповеди. Христовы. Это нашей церкви касается. Вот так вот, демографические вызовы наши, нашли провал по демографии, решится, когда мы сделаем земельные вопросы, урегулируем. А это означает, что мы 16 миллионов личных подсобных хозяйств сразу вовлечем в экономический оборот. А это означает, что у нас появится 3 и больше миллионов хозяйствующих сельских субъектов. А это значит, что у нас будет абсолютное многообразие. И, может быть, вот я опять не хочу никого сильно ругать, но я не знаю, а почему решили правительство Российской Федерации и уже постановление Министерства сельского хозяйства о внедрении в питание личинок мух, червяков и всего остального. Это уже постановление, все. Львиная мушка черная, африканская. Мало того, что африканские деревни будут строить, с ними и мушки будут выращивать. И мы, граждане Российской Федерации, будем кушать теперь нетрадиционную еду. Будем кушать яички мух, личинки мух и все остальное. У нас будет много паз всевозможных производить будут из львиной мушки. У нас будут пирожные делать их, пирожки и тому подобное. Вот такие века нашей перспективы. И так мы дожили до этих лет. Я думаю, что нам скоро президент скажет, что вот этого мы и ожидали. Это и есть то, к чему мы стремились. Кушать мух, червяков и тому подобное. Я не ученый человек в этом. Я знаю, что это белковые, я знаю, что курицы тоже кушают. Но слушайте, мы же не курятники живем. Мы же не курицы. Да мы вроде как и не крысы, чтобы над нами эксперименты какие-то делали. Ну, эксперименты над нами всегда нельзя делать. Да и над крысами нельзя делать эксперименты. Нельзя делать. Поэтому, смотри, видишь, и новости, и предложения. Предложения мы дали. Мы сказали, что без этих вот декретов смысла никакого дальше существования русским людям нет. А предложение сделать в Госдуме непосредственно как бы вот это вот все питание? Я думаю, что государство... Да, может быть, Госдуме дать это. Нет, тоже, ну, нас вообще не должна интересовать жизнь Госдумы на данный момент. Эти люди сделали очень много плохого для страны даже в последние 3-4 года. Очень много плохого, Виктория, они сделали. Очень много плохого. Я хочу сказать, что в Совете Федерации, если и нашлось 2-3 человека с человечностью, то это хорошо будет. Они тоже очень много плохого сделали для страны, для того, чтобы мы оказались в такой ситуации. Вот это их такое все действие. Мы ошиблись сильно, когда согласились, чтобы у нас была такая власть. Нам необходима смена как и власти, так и самой модели уже нашего, можно сказать, существования, жизни, экономики и всего. Я хочу сказать и для нас всех, что, вы знаете, все готово и все прописано и рассчитано, как это делать. Остается теперь вот только ваше желание. Я вновь обращусь к нашим зрителям, как и на всех каналах. А что вы боитесь регистрироваться на Федеральном сельсовете? Давайте тех, кто все должны, вот эти микрозаймы, и которые уже знают, что никогда вы не оплатите их, что вас будут банкротить, и вы теряете свою уже гражданскую вообще силу и позицию. Вы никто после банкротства. Вы уже не человек, наверное. Так вот, если вы действительно желаете каким-то образом, что это мы разрулим, а ну зарегистрируйтесь, 21 миллион человек, должников, спишем. Все. Будет так, как мы прописали. 350 тысяч будет порог для списания долгов. А дальше вам не потребуются никакие эти кредиты. Экономика будет та, что надо. Работы будет достаточно. Ныне 21 век. Вы вспомните, мы не в средневековье живем, где нужно было, чтобы как-то выжить, в соседа пойти отобрать. 21 век мы в состоянии заработать. Во сколько! Нам ничего не надо придумывать. Если мы будем работать, как все-таки работают развитые страны, то мы не только сами себя обеспечим всем абсолютно. Мы действительно можем гордиться тем, что мы окажем содействие и другим странам выйти на хороший уровень жизни. Вот так должно быть. А самое главное, не забывайте, мы же многие говорим, что в русских есть какая-то особая миссия. Давайте вернемся к этой миссии. Давайте определимся, а что это за миссия. А может, правда, нам определено освоить какую-то Венеру или Марс, и это будет большой шаг человечности в освоении Вселенной, космоса. А что не этим-то заняться? Я хорошо говорю про это дело? Да, красиво говорится. Это надо или нет дело? Это надо, да. Ну и я тоже, в свою очередь, скажу, что, как и часто говорю, что человечество не пустят ни в какой космос, пока человеки не станут человеками настоящими. Заповеди Иисуса Христа все до одной – выполнять и не грешить. Или хотя бы моральный кодекс кого? Коммунизма. Строителя коммунизма. Согласна. Спасибо, Василий Александрович. Друзья, надеюсь, вы с нами. Честь его, мужество и достоинство. Василий Александрович, а если сделать такой эксперимент и вас поставить главой сельского хозяйства Белоруссии, допустим, ну, если белорусы, конечно, согласятся, сможем ли мы обогнать европейские страны, как вы говорите, самые-самые лучшие? Ну, я бы обогнать сразу не стремился, да. Я бы хотел, чтобы мы, ну, допустим, сравнялись с соседней Польшей по уровню сельского хозяйства раз. Василий Александрович, не согласна. Тихо, тихо. Надо всегда дальше цель ставить. А вот, ну, я же говорю тебе, да. Для того, чтобы достигнуть вот хороших результатов, вы же запомните, это все-таки жизнь. Сельское хозяйство – это животные, это растения и все. Нам нужен пять лет, чтобы мы достигли отличного уровня. Этого достаточно будет. Но это в том случае, если люди, граждане Белоруссии, согласятся менять модель. Но насколько эта модель противоречит или опасна, что они могут не захотеть этого? Что там такое заложено? Не, почему? Все захотят, если увидят в этом, конечно, свои перспективы, выгоды. Это кооперативная модель, ничего другого такого. Но от той, будем говорить, общей собственности все равно надо уходить. Земля может быть общей собственностью, лес может быть. Но результат труда не может быть общей собственностью. Человек должен стремиться развиваться, зарабатывать. Общей стоимостью, наверное, того коллектива, который там работает. Тогда это и есть кооператив? Они будут стремиться? Кооперация – это объединение хозяйственных субъектов, всевозможных людей в интересах каждого развития. Они все оказываются управляющими. Это их все. Там не государство рулит уже всем. Они избирают себе правление, которое могут в любой день отсталкивать. Ну, хорошо, государство же в этом тоже участвует. Если государство не будет участвовать в создании кооперации, кооперация ни в одной стране не получится. Вот. А просто эта кооперация отчисляет какой-то доход, да, тот же самый? Так это все налоги платят без этого. Все эти сказки про то, что мы создадим кооперацию для того, чтобы уменьшить налоги, а на какие-то, да, мы будем шиши, школы, библиотеки, спорт, больницы. Это же глупо так, конечно. Нет, конечно. Василий Александрович, тогда еще такой вопрос. Вот мы летим на звездолете, да, система абсолютно закрыта. Вот звездолет. У нас есть вот один кубрик, это Беларусь. Скажите, кому она должна платить налог? Сама Беларусь никому налоги не платит. Как государство, как вот страна, она может участвовать в каких-то ассоциациях, объединениях или что, куда определенные опять кооперации, взносы могут быть. Они могут отчислять что-то. А это собственность, это все деньги, это именно в этой стране остаются. Какие налоги? Вот люди, которые там живут, придумывают себе, они определяют, сколько надо государству, президенту там или главе государства отчислить для того, чтобы платить ему жалования, для того, чтобы лучшие люди, которые окажутся в правительстве, организовывали самую лучшую жизнь для всех тех, кто их содержит. Василий Александрович, так получается, вот, допустим, в Беларуси все хорошо, а в соседнем кубрике, который летит, достаточно плохо. И получается так... Мы можем оказать им помощь, не более того. Получается война тогда, получается, между этими кубриками. Зачем? Ну, те захотят этих захватить, эти захотят других захватить. Это очень плохо. И начнется дурдом, который мы сейчас имеем. Я думаю, что тогда не надо садиться ни на какие звездолеты. Если мы так будем жить. Василий Александрович, ну, мы же летим сейчас, в принципе, на звездолете. Мы летим сегодня так, да. И мы себя ставим в очень серьезный риск потерять человечество как такого. Мы очень себя ставим в большой риск. И это не только ядерная война, которая может начаться в любой момент, допустим, по глупости, по дурости наших руководителей, не более того. Но это может быть любая экологическая катастрофа. Это удар любого астероида или что. Так вот, человечество дожило до того, что оно может уже определять, что и как, планировать даже жизнь всей Земли. Каким образом нам дальше развиваться. Почему так не начинать вот жить? Согласна. Потихонечку надо, ну, как бы, учить людей. Смотри, молодежь воевать не хочет точно. Молодые люди уже более, более такие, будем говорить, общительные. Вот сейчас встают вот. Да и я тебе скажу так. Я помню, как пели эту грустнейшую песню, «А вот если бы не было войны». Помнишь, такая песня была? Да, но, к сожалению... Это очень тяжелая песня. Василий Александрович, ну, к сожалению, то поколение, которое вот как раз какие-то застало вот эти вот послевоенные годы, они вот так вот всегда говорили. И с помощью вот этого молчаливого, лишь бы не было войны, к сожалению, мы видим то, что мы видим. Ошиблись во многом. И как нам пожить, я не знаю. Мы заморозились немножко. Мы подгнили маленько. Не маленько, мы сильно подгнили. Вот. И все надо лечиться теперь вот. Самим, всем вот исправляться. Есть. Так вот я все-таки нашу вот эту целую серию книг, я бы сказал так. Это новая Библия. Развитие территории. Развитие страны. Вот мы все-таки призываю. То есть сделать нашу страну красивой, правильной. Да, я до сих пор ничего нигде не встречал лучше прописанного. Спасибо, Василий Александрович. Ваша энергия не пропадет даром. В этом я точно уверена. Поэтому будем трудиться в этом направлении. Давай. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok